МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Хроника событий дня в программе Час Пик в студии Молонебачиной. Вот некоторые темы этого выпуска. Это еще цветочки. Нас заверил директор Сахар о том, что он нашел какие-то выходы на какие-то там цветы, на какие-то там питомники. Озеленение города под большим вопросом, готовы ли спецавтохозяйства высаживать, полоть и поливать. Стройки встают, ипотека падает. С учетом того, какая ставка сейчас ипотечная существует, не только малообеспеченным сложно взять ипотечный кредит. Это и обеспеченным людям, в общем-то, иногда получается не очень просто. Томский взгляд на нерадужные прогнозы Минстроя. Массовая суперлига. В этом дивизионе выступают, конечно, не команды областного уровня, но уже давно переросшие любительский массовый футбол. 35-й зимний футбольный сезон на финишной прямой. Озеленение города под большим вопросом. Напомню, в этом году впервые за долгое время озеленять Томск по контракту будет не специализированное предприятие Томск Зеленстрой, а спецавтохозяйство. Оно выиграло муниципальный заказ на открытом аукционе, просто перебив цену. По закону, кто предложит меньшую сумму, тот контракт и выиграл. Мы попытались узнать у спецавтохозяйства, готово ли оно к озеленению города, построил ли САХ теплицы, посадил ли саженцы, но Борис Сухушин от комментариев отказался. Ситуацию нам прокомментировали только в мэрии, которая в данном случае выступает заказчиком. Рассказывает Юлия Корнева. Новость о том, что спецавтохозяйство в этом году будет озеленять город, у простых горожан вызвала недоумение. Но по закону все чисто. Был аукцион, САХ предложил выполнить муниципальный контракт за сумму на 210 тысяч рублей меньшую, чем Зеленстрой. Итого, при начальной цене контракта в 42 миллиона рублей сумма была снижена до 37 миллионов 590 тысяч. САХ предприятия «Томская» все понимали, что у него ни своих теплиц, ни саженцев, ни специалистов по озеленению нет. Но на то существует система субподрядов. На нее, видимо, ставка изначально и делалась. Проверяется вообще дееспособность того, кто пришел на конкурс? Теоретически мы не можем этого проверить, потому что мы не имеем права. Потому что это нарушение прав участника аукциона. Но мы же понимали, что у САХа действительно нет ни теплиц, ни саженцев, ни ничего. Ну, вот САХ, видите, он имеет возможность, во-первых, заключить договор с подряда, ну или подряда, скажем так, с Зеленстроем с тем же. Эту возможность никто у него не отнимает. Нас заверил директор САХа о том, что он нашел какие-то выходы на какие-то там цветы, на какие-то там питомники. У нас есть Зеленстрой, который возглавляет собственник, которого депутат городской думы, ответственный, то есть социально ответственный человек, который, я знаю, обеспечил весь необходимый ассортимент для города. Сейчас в теплицах они растут, все цветы, которые необходимы. Если не договорятся с два хозяйствующих субъекта, ну, будет, конечно, печально, но я думаю, что это крайний вариант, который, я надеюсь, не состоится. В сухом остатке получается, что все, что должен делать САХ, делает сейчас Зеленстрой. Ну, получается так. Кроме того, что Зеленстрой посадил всю рассаду, необходимую для озеленения города, он продолжает теперь уже бесплатно чистить дорожки в парках и скверах. Вариант, когда САХ выигрывает конкурс, получает деньги, но сам эти работы не выполняет, а нанимает субподрядчика, так и не случился. Договор подряда с тем же Зеленстроем не заключен. По имеющимся у нас данным, о Зеленстрой есть основания не соглашаться на такой вариант. Тем более, что сумма контракта, сниженная во время проведения аукциона, уже тогда не соответствовала рыночной цене. Так, в контракт был заложен бензин и солярка по цене 19 рублей за литр, в то время как на заправках их цена сегодня от 29 до 34 рублей. Если он своевременно не посадит цветы, то есть сорвен, грубо говоря, контракт в этой части, там будем работать в соответствии с законом. То есть штрафные санкции выставлять, понуждать и так далее. Расторгать возможно, возможно тоже такое, но по суду. Но только мы без цветов останемся в результате. Такое, если теоретизировать, наверное, может произойти. Но, опять же, у нас сейчас нет никаких причин так думать. А как вы с Зеленстроем будете рассчитываться? Вот два месяца они убирают фактически бесплатно эти дорожки. Сах, не убирают? Сейчас вопрос стоит о том, чтобы все-таки официально Сухушин признал Зеленстрой подрядчиком. Но это в случае, если Зеленстрой захочет это сделать. Возможен еще вариант, что контракт будет расторгнут еще до того, как будет не выполнен. Но на это нужна добрая воля директора Саха Бориса Сухушина. А он пока от контракта отказываться вроде бы не собирается. Если все же контракт будет расторгнут, тогда объявят новый аукцион, на который по закону может заявиться любая организация. Областная администрация отказала в проведении акции по привлечению внимания горожан к изучению Конституции России. Пикет должен был пройти на набережной реки Ушайки 1 марта. Там активисты хотели поддержать медсестру Екатерину Матыскину, которую вызвали в суд за участие в одиночных пикетах в поддержку телекомпании ТВ-2. Организаторы подали заявку на проведение публичного мероприятия на имя губернатора и получили отказ. В официальном ответе из обл. администрации объясняется невозможность проведения акций по привлечению общественности к изучению Конституции на набережной. Во-первых, устраивать уличные акции вдоль проезжей части проспекта Ленина нельзя, они отвлекают водителей. Во-вторых, губернаторский квартал – место массового пребывания граждан, не все из которых разделяют взгляды и воззрения лиц, проводящих публичные мероприятия, в связи с чем могут быть спровоцированы конфликтные ситуации, говорится в документе администрации. Вежливость на грани инфаркта как лучшая мера защиты в споре между полицией и пикетчиками. В Томске прошел круглый стол правовая поддержка участников одиночных и массовых уличных акций. Советы по общению с полицией дал адвокат, эксперт общественного движения «Открытая Россия» Вадим Прохоров. Самая лучшая, самая надежная, самая замечательная линия защиты – это, конечно, знание закона и предельная вежливость. Я бы сказал, вежливость на грани инфаркта, потому что она работает гораздо лучше, чем какие-то конфликтные ситуации, чем, значит, не дай бог, какие-то меры физического воздействия, которые могут просто повлечь применение зачастую необоснованной и уголовной ответственности, скажем, по 318-й статье и так далее. Ну, а в некоторых случаях на провокацию провокационные действия совершают сами сотрудники правоохранительных органов. Понятно, что общаться с ними надо твердо, с осознанием собственной правоты, но при этом вежливо и предельно опираясь на требования действующего законодательства. Кроме того, Прохоров посоветовал участникам одиночных пикетов отказываться от дачи показаний со ссылкой на 51-ю статью Конституции Российской Федерации. По основному закону каждый гражданин имеет право не свидетельствовать против себя. В круглом столе участвовали журналисты, правозащитники, юристы и общественники. Полицейские, несмотря на приглашение от участия в дискуссии, отказались. Обсуждение правил проведения уличных акций связано с тем, что в последний месяц участников одиночных пикетов в поддержку телекомпании ТВ-2 начали вызывать в полицию. Им инкриминируют проведение публичного мероприятия без уведомления. Строительство жилья в России сократится на 10-15%, а ипотека – вдвое. Такой прогноз дает Минстрой России на 2015 год. А участники рынка уже ощущают тренд. Об этом пишет газета «Ведомости». В прошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 1,7 млрд. В этом году, по оценке Минстрой, объем ипотечного кредитования не превысит 800 млн. То есть ипотека сократится больше, чем вдвое. Даже такой уровень ипотечного кредитования удастся сохранить только за счет госпрограмм по субсидированию процентной ставки. Не будь ее объемы кредитования упадут в четыре раза. У участники ипотечного рынка уже фиксируют резкий спад. Спрос на ипотеку в январе-феврале снизился на 35-40%, сообщил председатель Совета директоров Инвестторгбанка Владимир Гудков. В этом банке в начале года заявки по ипотеке сократились в четверо. Уход с рынка ипотечных денег скажется и на самой строительной сфере. Падение по оценке все того же Минстроя может составить 10-15%. Сейчас на строительстве сказывается сокращение платежеспособности. А вот ситуация с повышением ставок отразится чуть позже. Свои опасения высказывают и риэлторы. После декабрьского бума продаж в Томске в январе-феврале произошло серьезное сокращение рынка жилой недвижимости. На сегодняшний день он не рушится только за счет уже одобренных ипотечных кредитов и программ. Однако будущее туманно. С учетом того, какая ставка сейчас ипотечная существует, не только малообеспеченным сложно взять ипотечный кредит. Это и обеспеченным людям иногда получается не очень просто. Потому что из последних данных, из 10 заявок, 8 отказов при нынешней ставке ипотечных доходов может просто не хватить для того, чтобы получить ипотечный кредит. Но мы же живем надеждой на то, что ситуация будет меняться, и то, что ипотечная ставка будет или уменьшаться, или правительство будет какие-то субсидии предоставлять тем гражданам, которые хотят ипотеку взять. Надо ждать только, когда будет меняться банковская ситуация. Более чем на 86 тысяч человек выросло с начала 2015 года число официальных безработных в России. На 1 января эта цифра составляла 885 тысяч человек. Таким образом, число официально зарегистрированных безработных за неполные два месяца выросло почти на 10%. Эти данные приводят в Министерстве труда. При этом почти весь прирост пришелся на февраль. Последние три недели еженедельное увеличение этого показателя составляет 19-20 тысяч человек. Наибольший прирост зафиксирован в Еврейской автономной области, в Сахалинской, Калужской и Тюменской областях, а также в Туве и Бурятии. Незначительно снизилась численность безработных только в Крыму и Севастополе. Напомню, по последним данным Росстата на начало февраля безработными были 5,5% экономически активного населения, или 4,2 миллиона человек. Эти данные могут свидетельствовать и о том, что в начале года на рынке труда уже начал реализовываться сценарий кризиса 2008-2009 годов, при котором показатели безработицы будут оставаться относительно стабильными, однако существенно вырастет объем скрытой безработицы, которая учитывает число работников предприятий, переведенных на режим неполной занятости. По данным Минтруда, в России зафиксировано более полутора тысяч предприятий, работники которых находятся в простое, в неоплачиваемых отпусках или заняты неполный рабочий день. Собак и кошек стали реже прививать, а корма для питомцев подорожали в два раза. По данным известий, с начала года россияне стали меньше покупать домашних животных и резко сократили расходы на их содержание. Весной в стране могут закрыться более половины зоомагазинов. Отмечается подорожание на всю импортную продукцию от 40 до 80%. Цена российских товаров тоже растет. Как говорят эксперты, причина такого падения – подорожание закупочной стоимости импортных кормов и снижение спроса. По томским зоомагазинам и ветклиникам прошлась Ильяна Таразевич. Он полностью искусственный, его никто не может развести, его в природе нет, он разводится, икру ложат, а этих не будет мальков. То есть он разводится только в Китае, в Сингапуре, и просто оттуда приходится просто возить. Эта рыбка – красный попугай. Еще в прошлом году стоила 460 рублей. Сейчас уже 760, почти в два раза дороже. Цены не выросли только на тех рыб, которые выращивают здесь же. Корма для питомцев тоже повысились, говорит Алексей. Постоянно приходят какие-то оповещения, что на 5%, на 10%, на 15%. И в итоге мы анализировали рынок. То есть импортные корма повысились ровно в два раза. То есть закупочные цены, соответственно продажные. Пытаемся как-то идти навстречу людям, пытаться покупать какие-то большие объемы, допустим, мешки, какие-то ведра фасуемых. В этом случае получается цена более дешевле, более корректная. А вот продажи и самих животных, и золотоваров по сравнению с прошлым годом упали процентов на 70. Продажи действительно упали. Раньше там как-то больше какие-то лакомства покупали, баловали своих питомцев. Сейчас как-то с этим сложнее. Приходят родители с детьми, дети смотрят. Много что-то приходит родители, как в зоопарк. Даже тут имена дают этим питомцам. Просто как-то больше обещают. Давай потом, давай попросим у папы, давай еще как-то что-то. Так, чтобы прийти, просто импульсивно купить, потому что ребенок захотел. Содержать питомцев стало дороже, говорит владелец ветеринарной клиники. Еще в прошлом году привывка стоила 600 рублей, а теперь уже тысячу. Подорожал наркоз с полутора тысяч до трех. Видимо, поэтому с осени желающих привить своих питомцев стало на 30% меньше по сравнению с осенью 13-го. Либо переходит уже на российские, потому что не совсем качественные вакцины, либо просто сдвигает сроки вакцинации и не приходит. У нас два года назад была большая вспышка чумы в городе Томске. Я так думаю, к концу года на что-нибудь такое подобное будет опять. Потому что люди перестали вакцинироваться, спецхозяйство перестало отлавливать животных. Что-нибудь подобное будет снова. Цены поднимаются еженедельно, говорит Павел. Голландская вакцина, французские медикаменты – все подорожало вдвое. Все хорошие препараты, они только импортные. То есть российских производств очень мало. Промышленный ветеринар не подготовлен, чтобы заменить полностью импортные препараты. В России не выпускается ряд вакцин, в России не выпускаются наркозы. В России много, что чипы те же не выпускаются. Аппараты такие хорошие, качественные, не выпускаются. Цена выросла вдвое и на оборудование. К примеру, на аппарат УЗИ. Но Павел стоимость процедуры пока не поднимал, потому что хороший импортный аппарат купил еще до падения рубля. Если, например, собак чихнуло что-то несерьезное, стараются либо самолечением заниматься, либо по телефону просультироваться. То есть приходят такие случаи, когда уже необходима действительно помощь. Ну, где-то в 2008 году было небольшой тоже такой кризис, снижение. Но не так ощутимо, как в этом году. На плановые операции, говорят ветврачи, питомцев пока еще приводят. Катя сегодня принесла барсика. За услуги ветклиники ей придется отдать 750 рублей. Но на любимца, как многие сейчас, говорит, экономить не будет. Это маленькое чудо, которое бегает. Он подойдет тебе, где-то прижмется, замурчит. И ты понимаешь, что вот он, маленький комочек счастья. Далее в нашей программе новости спорта. С ними вас познакомит Андреусов. На стадионах Томска продолжается 35-й областной турнир по зимнему футболу имени Арифа Абасова на призы ТВ-2. Соревнования проходят в разных лигах. Участвуют все от школьников до ветеранов. Большой интерес у любителей футбола вызывают матчи массовой суперлиги. В этом дивизионе выступают, конечно, не команды областного уровня, но уже давно переросшие любительский массовый футбол. Наряду с молодыми футболистами в массовой суперлиге выступают и опытные игроки, ветераны, прошедшие через профессиональный футбол. Ребята разрешили поиграть. То есть вот тем он еще и привлекает, что здесь может любитель профессионал доиграть. Да, на любом уровне можно хоть где встретить любого игрока с любого уровня, хоть с высшей лиги, хоть с первой зимней футбол доступен всем. В массовые суперлиги играют 13 команд. Они уже выявили сильнейшего в чемпионате. Золотые медали по праву достались команде «Маяк», играющим тренером которого является известный в прошлом игрок томской команды мастеров Александр Ковецкий. У нас четверо новых человек влилось. Молодые, хорошие, амбициозные ребята, которые хотели выиграть что-то. Ну и коллектив у нас в основном сложился-то давно уже. То есть вот так вот точечные усиления нам в этом помогли. Но точку в сезоне командам массовой суперлиги ставить рано. Впереди еще кубковые игры. «Маяк» рассчитывает взять золотой дубль, но его соперники, настроенные на кубок, не менее решительно. Там обязательно будем бороться. Это же кубок все-таки. Там тоже будет наверняка «Маяк» соперникам основной. Ну, надеемся, может даже и в финале встретимся с ними. Итак, командам массовой суперлиги предстоит напряженная серия плей-офф. Болельщикам будет на что посмотреть. Финальный матч на кубок намечен на 15 марта. На этом все. Следите за нашими новостями на сайте tv2.tomsk.ru. Ищите нас в социальных сетях, на официальных страницах. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok